Несмотря на введенные антироссийские санкции, дефицита лекарств в больницах нет. В детскую городскую больницу, куда входят несколько отделений по всему городу, дневные стационары, препараты завозят регулярно. На сегодняшний день для здравницы поставляют около 300 наименований препаратов российского производства. Это почти 99% от общего числа лекарств. Такое соотношение для детской больницы – привычное дело. Наше учреждение уже за последние годы максимально, почти полностью перешло на российского производителя. Поэтому, когда эти санкции ввелись, антироссийские, наш лечебный процесс и обеспечение граждан лекарственными препаратами нисколько не пострадал. Как заявляют в Минздраве, лекарства отечественного производства являются полными аналогами импортных. Об этом говорят составы препаратов, поэтому в плане лечебного действия наши препараты ничем не уступают зарубежным. Сейчас детская больница практически не зависит от привозных из-за границы лекарств. Благодаря этому маленькие пациенты в стационаре качественно и своевременно получают лечение. Иммуноглобулин для внутривенного введения, для детей с иммунодефицитом. На сегодняшний момент у нас по импортзамещению российский производитель Нижнего Новгорода. На базе детского круглосуточного стационара на Льва Толстого лечения проходит больше трех тысяч человек. А чтобы маленьким пациентам было комфортно находиться, здание преображает и приводит в современный вид. С прошлого года в стационаре идет ремонт. Сейчас работы ведутся на третьем этаже корпуса, где располагается гастроэнтерологическое и педиатрическое отделения. Цена вопроса составила почти 100 миллионов рублей. Капитальным ремонтом всех помещений, палат для создания комфортных условий пребывания маленьких пациентов. Хороших, больших, широких игровых зон, полов для ожидания и светлых современных палат. На осень этого года также запланирован ремонт в поликлинике номер 3 детской городской клинической больницы Ульяновска на улице Камышинской. Вся работы пройдут с использованием бережливых технологий. На эти цели будет направлено около 126 миллионов рублей. Алина Тихонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.